Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Выбывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено, да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой Эпштейн На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели Это программа Культурная среда Сегодня проведу ее я, Олег Пека Елена Привалова Эпштейн В настоящий момент находится в Москве Вот продолжаются, по-моему, органные вечера в Кусково Там целый фестиваль, который требует ее присутствия Но уже скоро вот мы уже воссоединимся И будем вести программу в полном составе Но сегодня, конечно, не обойдется без гостей И сегодня у нас очень интересные гости Блистательный музыкант Это Марк Виленский, виолончель Здравствуйте Здравствуйте И Савва Зих, играющий на аккордеоне Добрый день Добрый день Собственно, мы поговорим, конечно, о концерте Который пройдет вот 6 сентября в Новой Церкви Святой Гертруда Это будет Астер Пьецола И мы сегодня поговорим, может быть, об этом прекрасном, удивительном музыканте Но сначала, по традиции, наверное, несколько слов о тех концертах, которые ожидаются Концерты, которые пройдут Их не так много, на самом деле Вот со среды до среды И вот ближайший концерт классической музыки пройдет 30 августа в Домском соборе В пятницу выступит замечательный немецкий органист, импровизатор, композитор Мартин Штурм Он будет исполнять музыку Макса Регера Ну и, кстати, вот отмечают как особый интересный такой момент Что как раз-таки Макс Регер писал органные произведения для инструмента фирмы Волкер Который, эта же фирма, и изготовила орган Домского собора Ну и также будут еще и редко исполняемые в Латвии сочинения Арнольда Шонберга Также, ну вот, Штурм известен как участник многих международных фестивалей И помимо органа он играет и как на клавесине, на театральном органе Концертирует как джазовый пианист Поэтому должно быть очень интересное событие Это выступление 30 августа пройдет в 19 часов в Домском соборе А также вот на выходных последние аккорды фестиваля Рига Юрмала И последний уикенд будет посвящен Лондонскому симфоническому оркестру Но о нем можно там говорить тоже часами Это большое событие, то что к нам приезжают самые ведущие симфонические оркестры мира И понятно, что почему вот оркестры носят названия там лондонский, там мюнхенский Потому что вывозить оркестры в полном составе невероятно сложно И чаще всего приезжают люди вот в этот город для того, чтобы услышать исполнение именно этого оркестра И то, что мы имеем возможность познакомиться, услышать лондонский симфонический оркестр Конечно, это совершенно сумасшедшее событие И более того, основан он был более 100 лет назад, в 1904 году И шел всегда в ногу со временем Он записывал музыку для кино Первым записывался на грамм-пластинках Учреждал свой собственный бренд звукозаписи Выступал на открытии Олимпийских игр Ну и нас ожидает очень интересный концерт 30-го числа приглашенный дирижер Джанадред Назеда и корейский пианист Сон Джин Чо Будут исполнять произведения римского Корсакова, Прокофьева, Шостаковича А 31 августа Дзин Фан, сопрано китайское и Кен Нода на фортепьяно Тоже это будет очень интересный концерт в малом зале Дзинтари Вот, собственно, о программе Ну а теперь, наверное, мы перейдем уже к событию Событию, которое будет в сентябре, 6 сентября В Новой Церкви Святой Гертруды Я, насколько понимаю, программа – это музыки Астор Пьецола Она уже давно пользуется популярностью И вообще, ну, любовь к музыке Пьецолы Она идет, я понимаю, с вами уже долгие годы С нами, безусловно Мы уже 5 лет, вот как играем Как существует наш ансамбль – танго оригиналис И все эти 5 лет мы так и так связаны с музыкой Астера Все началось с каких-то аранжировок Аранжировок других композиторов, музыкантов Ну вот сейчас мы пришли к тому, что сами пишем переложения Марк пишет аранжировки, классные аранжировки Да, и пока что мы держимся в этой нише Астер Пьецола, танго, музыка Если говорить о музыке танго До сих пор, по-моему, спорят вообще Откуда, какие веяния Вот сплав каких музыкальных направлений Вот создало это направление И начиналось ведь все Как музыка, скажем, районов Как сейчас принято говорить, криминальных То есть это вот районы Буэнос-Айреса Самое такое дно, где были публичные дома Сутенеры, криминальные элементы И эта музыка рождалась как развлечение И даже исполнялась, по-моему, в публичных домах По большей части То есть это вот такое было рождение танго И, пожалуй, первым, кто еще до Пьецолы Ведь попытался сделать его таким более Респектабельным эстрадным жанром Собственно, ведь оно пробивало себе дорогу достаточно долго И отвергалось высшим обществам Но вот Карлос Гардель Который сделал из танго Ну, такой вот более-менее эстрадный жанр И, кстати, он же придумал очень многие хиты Вот Пурона Кабеза классические и так далее Вот его, может быть, трагическая гибель Вот в 35-м или 36-м году, я сейчас боюсь ошибиться Но она сделала из него тоже Ну, какой-то вот такой культового персонажа И до Астера Пьецолы танго считалось Ну, просто вот национальным достоянием Аргентины А пришел Пьецола И ведь он вызвал очень неоднозначную реакцию И, насколько я знаю, его очень сначала критиковали За то, что он пытается сделать танго более сложным И, ну, то, что он получил классическое образование Когда он играл в оркестре и делал аранжировки Руководитель оркестра даже возмущался Говорил, ты превращаешь мой оркестр в симфоническое То есть они должны были выступать, в общем-то, развлекая публику А многие музыканты считали, что Астера Пьецолы куда-то их уводят В слишком какие-то золочные дали Так все-таки вот музыка Пьецолы Она популярная музыка или симфоническая? Вот это вот то, над чем, наверное, до сих пор спорят, бьются Дело в том, что музыка Астера Пьецолы Она в первую очередь революционная Особенно для своего времени Бывало немало композиторов в истории Возможно, недостаточно много Но Астера Пьецолы, по моему мнению, является одним из них Которые шли не то чтобы даже в ногу со временем Они шли впереди своего времени Они опережали немножечко события И в их головах рождались идеи Которые часто оставались непонятыми современниками И Астер Пьецолы Ему приходилось биться за существование своей музыки И нередко даже в прямом смысле То есть нередко на улицах его избивали Бывали и такие случаи То есть ему не давали возможности выступать В тот момент, когда Астер Пьецолы Еще был в составе танго-оркестра Аннибала Тройла Когда звучали его собственные аранжировки В самом конце концерта это случалось Половина людей просто уходили Поскольку танго-оркестры Их выступление всегда сопровождалось Таким событием Называется милонга Милонга это в принципе По большому счету Это танец Аргентинский танец Который Скажем так Корни которого Искомы в 19 веке В комбинации с Испанской хабанерой Еще с некоторыми латинскими ритмами И родилось танго Фактически Да И музыка Пьецолы Действительно Приобрела какой-то вес В культуре Аргентины И приобрела какой-то авторитет Среди знатоков Только после признания этой музыки Парижем Частично это связано с тем Что Астор Пьецола Получил свое образование Как композитор Не только Обучаясь ремеслу У знаменитого композитора Альберта Генастеры Но также Он побывал в Париже У знаменитейшей Нади Буланже Которая известна Как композитор Также как педагог Вырастившая множество Больших композиторов 20 века В том числе Аарон Копланд Который сочнял тоже музыку К фильмам Достаточно много Мишель Легран Квинси Джоунс Очень популярный Американский исполнитель-аранжировщик Есть легенда По-моему О том Что как раз Обучаясь Пьецола У Нади Буланже Он В какой-то момент Решил показать Ей свои сочинения Именно играя На Бононионе И она Воскликнула Вот это Настоящее Настоящее Пьецола Вот это твой путь По которому Ты должен идти Ну во всем Что так Пьецола рассказывал Хотя некоторые считают Это легендой Но что Придя Вроде бы парадокс Отправившись учиться Классической музыке Многие биографы Отмечают Что это был такой Момент Поворота То есть он еще не знал За что взяться Он писал очень много В именно Классические Извинения Подражая Стравинскому Стравинскому Бартоку Равеллю И когда он пришел К Наде Буланже Она сказала Вот я здесь вижу Стравинского Равеля А где пиацола А пиацола Очень стеснялся Того что он играет На бандонионе Потому что это Такой плебейский инструмент Ну в конце концов Он взял свой бандонион Сыграл танго Фугу После чего Надя воскликнула Вы идиот Вот это Настоящий пиацола После чего Пришлось выкинуть Все свои произведения Написанные В академическом Жанре И перейти На танго Но странно Ведь Его так долго Не принимали Что буквально По моему Признание Пришло За 10 лет До смерти А ведь он умер Сравнительно недавно 92-й год То есть это Событие Вот мы говорим Все время Пиацола Пиацола Некоторые может быть Думают Бах Моцарт Пиацол В одном ряду А нас отделяет От него Буквально Даже полпоколения И признание Настолько Запоздалое Что Возможно Ну вот Многие биографы Ведь тоже Отмечают Что Несмотря на То что Некоторые Считали его Революционером Танго Тем не менее Он все-таки Придерживался И традиций Хотя Он может быть Сам не Признавался В этом Но Публично Но Его отличает Музыка Глубокое уважение Именно к традициям Музыки Танго И это Потрясающее Сочетание И традиций И То что Вот он Привнес В эту музыку Ну да Ему очень долго Пришлось бороться За то Что его музыку Приняли Вы верно Подметили Где-то Мне кажется За 10 лет Действительно До смерти Его Приняли И этому Наверное Способствовало Ну во-первых Огромное количество Произведений Которые он написал А во-вторых То что он писал Для Великолепных Музыкантов Того времени Он писал Для Гедона Кремера Для Растроповича Он писал Для братьев Асад Два гитариста И Йо-Йо Ма И Огромное Приятное Замечательных Музыкантов Они ездили И исполняли Его произведения Его музыку И конечно же Сам он тоже Когда собрал Свой знаменитый Квинтет Это было Очень Блодотворное Время В плане Концерта В плане Достатка Потому что До этого Ему Приходилось Писать музыку Для кино Очень много Конечно Это не было Пыткой Но он Наверное Больше хотел Писать Танго Для слушателя Потому что Ну в этом он первый В этом он новатор Благодаря ему Бонтанион Начал звучать На больших эстрадах Симфоническими Оркестрами И в исполнении Замечательных Музыкантов Если вот Говорить О том Что Оставил Астар Перицола Сколько Произведений По-моему там Порядка Семисот Произведений Но наверняка Ведь Знаменитыми Как всегда Бывают Но становятся Какие-то Ну несколько Может быть Ну десятков Максимум С тех Которые мы знаем Насколько Вот Ваш выбор Для программы Этих произведений Чем он обосновывался То есть самые популярные Или может быть Самые Ну поддающиеся Скажем Аранжировки Для Трио Которые В которые Существуют Чем Объясняется Выбор В первую очередь Когда Мы только Начали Играть Вместе Нам Приходилось Задумываться Вместе Будучи студентами Латвийской Музыкальной Академии Как нам Сделать Программу Которая Бы не казалась Избитой Которая Звучала Бы С профессиональной С академической Точки Зрения Интересной Поэтому Мы стали Интересоваться Произведениями Астера Которые Скажем так Возможно Остались Немножко В тени Его остальных Более популярных Пьес И В первую очередь Мы старались Создавать программы Конечно Именно Базируясь Базируясь На этом Естественно Его знаменитые Произведения Такие как Обливион И Либертанго У нас тоже Есть в репертуаре Но Скажем так Мы Как Как ансамбль Который На данный момент Исполняет Только его музыку То есть Наша концертная Программа Которую будем Исполнять 6 сентября Она состоит Полностью Из произведений Пьяцолы Мы считаем Так же Своей задачей До публики Донести Какие-то Возможно До сели Неслышанные Его произведения Поэтому Поэтому Вот так Складывается Наша программа Это На самом деле Большая заслуга Именно Марка Он Бывают дни Когда его не встретят В музыкальной академии Это означает Он или Играет в волейбол На пляже Или он пишет Какие-то Замечательные Аранжировки Ищет Новые произведения И Так как он Обладает Абсолютным слухом Он пишет По слуху Подбирает По слуху Или по записям И вот Приносит нам Готовое произведение А что значит Вот ищет Новые произведения Потому что Для меня Например Вот вопрос Как можно найти Новое произведение Пьетцола Это Записи Его альбомов Или Не знаю Библиотека Где Публикуются Ноты Его произведения Ну На данный момент Есть Множество Интернет ресурсов На которых Периодически Публикуются Его старые альбомы Его какие-то Старые записи Произведений Нот Которые Не существуют Которые просто Не изданы Были в свое время Соответственно Обладает Эй записью То есть Есть Скажем так Ограниченное Количество Вещей Которые Можно сделать И Я ставил Перед собой Такую задачу Прослушав Прослушав Допустим Определенный альбом Выбрать Какие-то Конкретные Пьесы Которые Скажем так По своему Музыкальному Языку Одновременно Гармонировались Друг с другом И Одновременно Создавали Некий Контраст Потому что Скажем так Риторические Фигуры Музыкальные Которые Используют Пиацоло В своей музыке Они Они Репетитативны То есть И Многие его Произведения Очень Очень Похожи И Это Кстати говоря Связано В основном С тем Что Скажем так С классической Базой Его Композиторского Искусства То есть Очень Многие Там Так называемые Секвенции Смены Гармоний Они 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 Привязаны К К Композиторским Техникам Которые Которые Родились еще В 19 веке В Европе Ну и получается Что вам Предстоит Такая Каждый раз Сложная задача То есть Например Услышав Это произведение Его Перенести И сделать Его аранжировку То есть Буквально Получается Чуть ли не Со слуха Фактически Да Вот Было Одно Произведение Которое Мне удалось Скажем так Списать Абсолютно Полностью В его Оригинальном Виде Оно Называется Хорал Одно Из его Интереснейших Произведений Из интереснейших Произведений Пиацолы Его Необыкновенность Заключается В том Что Полифоническая Структура Произведения В лучших Традициях Ягана Себастьяна Баха Объединяется Он ведь учился На музыке Баха То есть Есть вот Данность Что Его обучал Музыке Венгерский Музыкант В Нью-Йорке Который Был большим Поклонником Баха И вот как раз На музыке Баха Это был Белла Вильда Венгерский Пианист Ученик Самого Рахманинова Это Цепочка Ну вот Это Приемственности На самом деле Среди педагогов Были знаменитые Музыканты Как Генастера Как Белла Вильда И же с ними Но Белла Вильда Посоветовала ему Исполнять музыку Баха Он вообще Познакомил его С фугами Баха Отсюда И Колоссальное Влияние Отсюда И жанры И произведения В жанрах Фуги Пиатсола Множество Фуг Написанных Замечательной Полифонии Так что Белла Вильда Пиатсола Потом вспоминал его И благодарил его Очень сильно За то, что Повлиял Так на его жизнь Вообще То время для него Для Пиатсолы Было очень тяжелое Потому что Его семья Поселилась Переехала из Аргентины В Нью-Йорк И поселилась В районе Литтл Итали Маленькая Италия Это было центром Криминальной Жизни И мастер Уже Мне кажется Десяти лет Начал Бегать С бандой Малолетних Преступников И буквально Его спасло то Что отец Его познакомил С музыкой Его Это вытащило Из Криминального Окружения Ну что же Мы сейчас Сделаем небольшую паузу Время Новостей После чего Вернемся В студию Продолжим программу Культурная среда Продолжается программа Культурная среда Мы говорим О классической музыке И сегодня В нашей студии Ну вот можно сказать Две трети Трио Ансамбля Танго Оригиналис Это Марк Веленский Виолончели Савва Зих Аккордеон И вот Я когда слушал Ваши рассказы Про пьецолу Я поражался Вроде бы Ну такое ощущение Что музыковеды Здесь Хотя именно Ну как-то Отличаешь Думаю Что музыканты Может быть Больше сосредоточены Конкретно на нотах Музыки Музыкальном инструменте И биография Создателя Этой музыки Может быть Не так Ну кто-то подумает Не так для них важна Вот насколько Действительно Ну такая вот Увлеченность Ваша Именно вот Знанием Каких-то мелочей Биографии Каких-то Вот то что он там В детстве едва Не попал В криминальные банды Где когда Что он жил Кто на него Какое влияние оказал Вот это Имеет значение Для исполнения музыки Вроде казалось бы Но есть ноты Все Ты играешь И тебе Господи Когда он жил Когда родился Когда умер Какое это имеет значение Ну все-таки Влияние Которое Были оказаны На композитор Той или иной Культурной следой Или какой-то Личностью Это На мой взгляд Очень сильно влияет На мотивацию Которая движет Композитором А также Он и был И исполнителем Великолепным В момент Когда он на сцене И слушая его запись И имея представление О контексте Его существования Как артиста И как человека Мне кажется Что И наше исполнение Мы таким образом Можем Вывести На Скажем так На Новый уровень Какой-то И для себя Мне кажется И слушатель Наверняка Это заметит Я вот Когда вы говорили О том Как буквально По какой-то записи Вот снимать Всю По музыкальному Партитуру Я вдруг подумал Что чем-то Это ведь напоминает Вот как Роллинг Стоунс Вспоминали Вот Кит Ричардс Что они покупали Пластинки Блюзовых музыкантов Они не зная нот Они вот Просто сидя У Вот этого Проигрывателя Они снимали Вот буквально Этот звук Пытались воспроизвести Я боюсь Конечно Проводить параллели Но тем не менее Вот что-то Что-то Наверное Похожее есть Да Так появилось Множество Великих музыкантов Просто Сидящих Возле Проигрывателя Подбирающих Подслух Со временем Со временем Что-то свое Открывших Это Здорово Развивает И слух И вкус И владение Инструментом Именно Подбор По слуху А в вашей практике Вот было Тоже Что вот Предположим Прослушивая Какое-то Произведение Пытаться Найти Вот именно Это звучание Да Безусловно Потому что Банданион Инструмент На котором играл Астер Он Довольно Сильно Отличается От аккордеона Я играю на аккордеоне И Банданион Может звучать Чрезвычайно Богат Вообще Этот инструмент Был Изобретен В 1840 В 1840 И Планировалось Что на нем Будет исполнять Духовную музыку В Германии Но вот Он Эмигрировал В Аргентину И попал В такие Окестры Где играли Совсем Противоположную Музыку Танго И Легкую Музыку На того времени В Аргентине И Да И Чтобы Получить То звучание Мне конечно же Пришлось Много времени Посидеть В записи Пришлось Найти Новые техники Игры Артикуляция Потому что Отличается Артикуляция Звучание Акценты Да Бондонеон В этом плане Конечно Я восхищаюсь Он может звучать Ярко С хрипотцой С надрывом Тихо И Как Как Какие-то Одноголосные Органные Регистры Так что Да Пришлось Слушать Ну вот В музыке Пьетцола На самом деле Есть какой-то Вот Трагизм Надрыв То чего Может быть В музыке Танго Но даже Там могут быть Какие-то Даже если Это слова О страданиях Любви Но они Воспринимаются На уровне Ну как Эстрадной Песни Ну да Вот мы Понимаем Какую-то Условность Там Ну какой-то Есть Опереточность Артистизм А вот В музыке Пьетцола В этом Какая-то Такая Вот Искренний Какой-то Такой Вот Такой Надрыв Что ты Прямо Проникает В самое Сердце И это Кажется Что Человек Как появилось Ваше сотрудничество Вот Может быть Несколько слов Как Образуется Вот Я понимаю Что это же Еще студентами Обучаясь Консерватории Вот Как Это просто Из дружбы Условно говоря Леннон Маккартни Встретились Начали Сочинять вместе Музыку Я могу сказать Про себя Что мне лично Мне очень повезло И Когда я оказался На первом курсе Академии У меня В голове Уже В тот момент Была Идея О том Что мне хотелось бы Играть Музыку Астера Что она мне близка Каким-то образом Незадолго До поступления В академию Я участвовал В телевизионном шоу Под названием Рады этой музыкой Это было В 2014 году И На одной из передач Мне посчастливилось Выступить С двумя хореографами Мы совместно Сделали Номер С музыкой Пиацола И с танцами Очень интересное Такое получилось Мини-шоу И да И просто Так получилось Что Знаете Это был Первый раз Для меня На национальном телевидении Это конечно Момент очень волнующий Казалось бы Много камер Одновременно Много людей Смотрят Но в момент Непосредственно Нашего выступления Я почувствовал Я почувствовал Какую-то свободу Какое-то Невероятно Удовольствие И Да Я понял Что я хотел бы Действительно Чтобы это было Частью моей жизни Хотел бы Чувствовать себя Так же И снова И снова Выходя на сцену И играя эту музыку Да И по поступлению В академию Я оказался На одном курсе С кардионистом Саввай Зихом И Просто однажды После После одной из лекций Мы заговорили с ним И я Я спросил А вот Как ты относишься К этой музыке И вообще Да Ты уже С первых дней Рудирин рассказывал О жанре танго А даже О исполнителях Вообще На баяне На аккордионе И это Меня тоже поразило Я помню Что я предложил тебе Спуститься Не было классов Не было классов В академии И мы часто занимаемся В подвале Просто в коридоре Ну народ ходит Туда-сюда Ну как бы не мешает И мы начали с тобой Импровизировать На тему Мне кажется Обливиона того же Мы поиграли Поиграли И ты вскочил Ничего не сказал И убежал Я подумал Что Наверное Очень-очень неважно Я поиграл Я сыграл Но тем не менее На самом деле Через Несколько Дней И мы с тобой уже Начали разбирать Такие произведения Как Фугата Одесса На Нина Вот начали Начали сотрудничать А в тот момент Я подумал Что все Не понравилось Наверное Просто в голову Пришла какая-то идея И было Просто необходимо Уединиться Такое случается А вообще Вот почему Почему Именно вот Этот композитор Вот так вот поразил То есть Что в нем Было такого Чего не было В музыке Других Насколько Ведь я понимаю Что Вот именно Пиацоло Основа Вашего Исполнителя Скажи Очень сильный Контрабасист Так вот Контрабасист У нас есть Марк Здорово Выполняет Функцию Скрипки Мне кажется Даже лучше Чем на скрипке Я Делаю Переложения Фортепиано Нот Даниона И электрогитары То есть Мы берем Лучший материал И За троих Можно сказать Ну иногда За троих Иногда За двоих Иногда Марк Что-то Подыграет Иногда Вот так Вот Да В этом плане Ну его музыка Она Говорит Само за себя Она Полна Эмоций Таких Голых Эмоций И Я просто Чрезвычайно Счастлив Каждый раз Когда играю Эту музыку И буду дальше Играть Есть некоторая Такая Боль в этой музыке Вы знаете Чувствуется Такое Отчаяние И Эти эмоции Они 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 Каким-то Образ Они Мне кажется Высказывают Сокровенные вещи И в каком-то Немножко Диком Необузданном Виде Академическая музыка К примеру Она Ее исполнение Строится На принципе Руководство Эмоциями И Какого-то Определенного Дозирования В пользу Создания Эстетического Образа Музыка Танго Она Воплощает В себе Она может Воплощать В себе Некий Эротический Элемент Она может Воплощать В себе Такую Ярко Выраженную Страсть Гнев Боль Это Скажем так Музыка Риторика Музыки Танго Аргентинского На которую Накладываются Классические Формы Это Создает Некий Внутренний Конфликт Как с точки Зрения Формы Так с точки Зрения Драматургии То есть Как будто В этой Музыке Говорится О каких-то Сильных Неконтролируемых Вещах Внутри нас Но одновременно Все подчинено Неким Достаточно Строгим Законам Вот как Упомянул Савва Допустим Очень многие Произведения Пиацола Они Вначале Включают В себя Фугу Что является В принципе Жанром Который Возник Чуть ли В 16 Веке Это Очень Очень Таринная Музыка Да Поэтому Мне кажется Здесь Очень много Факторов Очень много Вещей В этой музыке Которые Влияют Как интеллектуально Если их понимать Так и эмоционально Если их чувствовать Да Ну это Верность Пиацоли Она Вот как вы Думаете Сохранится Ну то есть Может ли Случиться Так что Ваша трио Будет исполнять Музыку Других Ну то есть Расширять Репертуар Или это Ну скажем Клятва Вот Как вот Клятва Горациев Там Пиацола И никто Больше Никогда Конечно По мере того Как мы Обучались В академии От нас Просто требовалось Разнообразие То есть Мы играли музыку И других композиторов В том числе Великого Бразильского Композитора Вилла Лобаша Мы исполняли Вот Современного Итальянского Композитора Паула Руссо Музыку исполняли В том числе Немножечко Там Балканского Джаза Да Но Один из самых Больших Проектов Который Я хотел бы Реализовать И который Мне кажется Был бы Интересен Очень интересен Публике Это Наша Следующая Программа Которую Мы Впервые Исполним 14 декабря Программа Полностью Состоящая Из музыки Аганна Себастьяна Баха А также У нас Есть еще В проекте Программа Где Музыка Баха Объединена С музыкой Пиацола Это Возвращаясь К разговору Ранее По поводу По поводу Преемственности Этих двух Композиторов Вот эта Новая Программа Которую Над которой Мы сейчас Работаем В ней Собраны Произведения Из Разных Жанров Из Вокально-инструментальной Музыки Баха Из Камерной музыки Там будет Скрипичная Соната Из органной Музыки Мы будем Играть Фантазию Фугу В соль Миноре То есть Будет Представлен Бах С Очень Разных Сторон Что Мне кажется Очень Интересно А в свою Очередь Программа Где Музыка Пиацулы Объединится С Бахом Которая Пока что Носит Рабочее Название Контрапункт Пиацулы И Баха Основной Идеей Этой Программы Как и сказано Название Является Принцип На котором В большинстве Основывается Музыкальный Язык И того И другого Композитора Контрапункт Это Взаимозвучание Двух звуков И Его Развитие По мере Произведения Это то Чем в совершенстве Владели Эти оба Композитора Это то На что В принципе На мой взгляд Пиацулы Ориентировался Когда он Создавал свою Музыку То есть Вот В начале Его произведения Звучит Фуга Вступает Один голос Затем Вступает Второй голос Третий голос Вступает Там Целый квинтет Это может быть Целых четыре голоса Звучащих одновременно Один голос Играет мелодию И еще три голоса Которые Которые Выполняют Какую-то совершенно Свою роль Которых Противосложение Этой мелодии Звучит Все это требует Невероятного Мастерства В наше время Композиторы Частенько Отмахиваются От Обучения Именно Написания Качественного Контрапункта И Пишут музыку В пользу Скажем так Каких-то Авангардических Движений Больше основанных Именно на работе Самим звуком Одним И то есть Что можно сделать Самим звуком Как его Можно по-новому Преподать Да Поэтому Я считаю Что это Могло быть Очень интересно И актуально Особенно Если мы Поставим рядом Произведения Пиацолы И Баха Мне кажется Будет Совершенно Совершенно Явно И то Что отличается И то Что похоже Поскольку Бах Был композитором Который Говорил о своей музыке Что каждая нота Посвящена Богу То есть Человек Больших Сахральных Ценностей В то время Как Там Тематизм Пиацолы Связан С Насущными Вещами То есть Повседневные Люди Могут Слушать Его музыку И Слышать В ней Свою повседневную Жизнь Свои заботы И свои Какие-то Печали И радости Мне кажется Это могло быть Очень интересно И актуально То есть Это Еще Программа Одна В работе Одна будет В декабре 16 декабря 14 декабря В спикере Да Концертный зал В спикере Ну а самое ближайшее Вот я просто Наши публики напоминаю Где вы сможете Услышать Трио Танго Оригиналес Это Марк Веленский Это Сава Зих И Янис Тафецкий Это 6 сентября Новая церковь Святой Гертруде Бревибас 119 И будет Вся программа Посвящена Пьецоле Астро Пьецоле Есть одна проблема Может быть Ну которая Тоже волнует Я знаю Многих музыкантов То что публика Ну вот Есть какой-то Замкнутый круг Публика идет Чаще на знакомые Произведения Не очень любит Незнакомые Для того чтобы Произведение Вот стало Знакомым Его нужно играть Если его не играют Люди его не знают Вот в этом Замкнутом круге Получается Что Ну создается Какой-то Уже Круг Произведений Которым Публика Привыкла Которые Она ждет А за бортом Остаются Просто вот Какие-то Океаны Музыки Которую Может быть Боятся Включать В программу Чтобы не распугать Что Я не знаю Композитор Или это Произведение Вот обойду-ка Я лучше стороной Можно ли Перебороть Эту тенденцию Или каким-то Образом Повлиять на нее Ну во всяком случае На концерте 6 сентября У публики Будет возможность Услышать И старые Хиты И Ассалютно новые Незнакомые Произведения И старые И новые Песни о главном То есть Такое сочетание Вот Есть несколько Хитов Пьяцола На которые Сто процентно Придет публика Но Попутно Они услышат Может быть Что-то не менее Великолепное Но Может быть Менее Ну такое Рарарар Менее известное Да Так что Да Мы исполним Времена года Знаменитый Ассалют Пьяцола И его Фуги И его Заметитый Харал Точнее Еще не знаменитый Но Очень Очень красивое Произведение Харал И все Произведения В основном Будут Переложением С квинтета Да И для Слушателей Кто Скажем так Весьма осторожно Относится К новым Произведениям К открытию Новых Произведений Я могу Сказать так Что Абсолютно Все Произведения Которые Прозвучат В этой Программе Они Любимы Нами И Мне кажется Это очень важно Мне кажется Это вообще первично Никогда нельзя Выходить на сцену С музыкой Которую Ты не понимаешь Которая тебе не близка А А если же Каждое Произведение Продумано Прочувствовано Перед тем Как оно Звучит на сцене Мне кажется Оно Ну не может Не оставить Хотя бы Какого-то Впечатления Я в этом убежден Возможно Часть публики Часть публики Возможно Не понравится Другая часть Будет в восторге Но На мой взгляд Все произведения В нашей программе Имеют какое-то Собственное лицо Какую-то Свою Ягодку Особенно А вот Само Помещение Церкви Святой Гертруды Новая церковь Святой Гертруды Как Ну Я не знаю Зал для исполнения Опять-таки Насколько Оно имеет Какую-то Может быть Свою специфику Или Мы не играли В этой церкви Еще Это будет Наш первый концерт В этой церкви За это большое спасибо Елене Приваловой Эпштейн За то что Она организовала Нам этот концерт И о команде За то что Они нам Установят аппаратуру Потому что Церковь Церковь Хорошо звучит Хорошо Обычно Акустика Церквей Да То есть Она Как будто бы Должна быть Приспособлена К тому чтобы Звук Равномерно был Слышан Везде Да Но тем не менее Все-таки Нам нужна Дополнительная Звучка Так что Будет аппаратура Будет колонки Все все услышат Ну что же Приходите Это я уже говорю Нашим слушателям 6 сентября В новой церкви Святой Гертруда Вы услышите Бессмертную музыку Астра Пьецолы Причем Может быть Какие-то произведения Будут для вас Открытием Вы услышите их Впервые Полюбите И для вас Будет выступать Ансамбль Танго Оригинале С Марк Веленский Виолончель Сава Зиха Кагардион Сегодня вот В нашей студии Ну и также Яни Стафетски Сна Контрабаси Спасибо вам большое Что пришли Спасибо вам Спасибо вам